Принцесса хлопковых полей Если я позволю, ты совершишь еще много ошибок И этого не будет конца Мы никогда не исправимся Я не могу отвернуться от тебя, Джерен Такова правда Омэр, послушай, нет, я люблю тебя Джерен Замолчи, Джерен, хватит Что это за любовь? Скажи Все это было сном А теперь я проснулся Омэр Омэр Ну, что это за важная тема, которую ты хотела обсудить со мной? Неужели снова попросишь меня похитить Юсуфа? Нет Ой-ой Ловушка Мы с тобой еще встретимся Дядя Ишар Дядя Ишар Дядя Ишар Девушки отдыхают. Значит, не догадалась? Да. То есть, ты сидишь здесь поэтому? Да, Леша. А что еще может быть? Откуда мне знать, милая? Возможно, ты решила воспользоваться моментом и подышать чистым воздухом. Тем более и гулизара здесь нет. Да, я действительно устала сидеть дома. В таком случае вставай. Давай с тобой прокатимся по магазинам. Мы уже давно не делали покупки. Ты не соскучилась? Еще как соскучилась. Тогда поехали. Хорошо. Наденешь пальто? Нет. Купим себе рубашку. Хорошо. Посмотрим. Надеюсь, мы найдем там подходящие модели. Вы наводите справки насчет того письма? Наводим. Но я даже не знаю. А это письмо вообще существует? Все равно нам нужно подстраховаться. Вы искали в загородном доме Джерен? Искали. Будем и дальше искать. Более того, мы следим и за почтовым ящиком ее подруги, госпожи Диар. Почтовые ящики каракуджака вашего холдинга. Мы проверяем всю почту, что приходит на имя госпожи Джерен. На какой еще адрес мог отправить письмо Рысуль? Вроде больше некуда. Ладно, бог с ним. Потом поговорим. Хорошо. Почему я ей доверяю? С самого начала было ясно, что это ловушка. Не обижайся, но я тебя предупреждала. Вообще-то я не хотел идти. Сам не понял, как оказался там. Как идиот пошел и сел рядом с ней. Однако тебе удалось сбежать оттуда. Я видел парнишку по имени Алиш. И еще у них есть управляющий по имени Яшар. Я испарился за минуту. Если бы они были чуточку умней, они бы прижали меня. Только они горстка неудачников. Все же я зря туда пошел. Я не должен был идти. Ах, Азизе, ах. Причина твоего поступка совершенно очевидна. И в чем причина? Любопытство. Тебе было интересно, что она тебе скажет. Слова, которые она тебе скажет. Как она к тебе отнесется. Любопытство. Верно. Здесь еще и слабость присутствует. Я испытываю слабость, Азизе. Больше никто не смог бы заманить меня туда. Выходит, эта женщина опасна для тебя. Здравствуй. Присаживайся, брат. Случилось то, о чем я думаю. Джерен и ты... Да, брат. Мы теперь не чувствуем друг другу ни любви, ни уважения. Так больше нельзя. Единственный выход – развестись. Мне очень жаль. Не смотри на меня так. Я говорю это совершенно искренне. Я с самого начала говорил, что Джерен не подходит нашей семье. Но если вы сейчас разведетесь, это нанесет вред нашей семье. Омер, эта женщина носит твоего ребенка. Если спросишь меня, то выгнать сейчас из дома женщину, которая беременна твоим ребенком, совсем неправильно. Брат, эта беременная женщина презирает нас, нашу семью, нашу фамилию, нашего деда и даже собственную фамилию. Оставлять ее среди нас – большая ошибка. Хотя ты прав. Сейчас, наверное, не время. Пусть сначала родит ребенка, потом мы спокойно разведемся, и Джерен уедет. А мой ребенок останется здесь. Она ее мать и сможет навещать ее, когда захочет. Ох, брат, ох. Ай, Алла. Что же делать? Как я могла так поступить? Не понимаю, как я могла рыться в комнате господина Халиля? Как я могла так опуститься? Тем более именно тогда, когда я пообещала Омеру, что все кончено. Мне не нужно тебе ничего говорить. Ты сама знаешь, что твой поступок был неправильным. Да. Разве наказание за мой поступок должно быть таким жестоким? А что тебе сказал Омер? Сказал, что я больше не люблю его, и он не любит меня. Я для него просто женщина, которая носит его ребенка. Как он мог сказать такое? Уверена, он совсем другое имел в виду. Видели бы вы его состояние. Как он может сомневаться в наших чувствах? Это просто от злости. На самом деле он хочет не этого. Теперь он даже не смотрит на меня. Даже не разговаривает со мной. Не переживай, я поговорю с ним. Вы действительно поговорите? Конечно, поговорю. Перестань волноваться. Думай только о себе и о своем ребенке. Пусть и Омер подумает. Только не волнуйся. Не бросай, не бросай трубку. Выслушай меня. Что тут слушать? Что слушать? Ты же подставила меня. Заманила меня в ловушку. Ты решила, что сможешь обмануть меня? Где это видано? Чтоб газель обманула льва. Послушай, ты прав, что так думаешь. Ты прав. Только я не подстраивала ловушки. Ну да. Мне померещилось, да? Нет. Все это чистая случайность. Я понятия не имела, что Алиш придет туда. Поверь. Что это? Решила рассказать мне сказку? Азиз, послушай. Иди и расскажи эти сказки Юсуфу. Я уже давно из них вырос. Тебе неинтересно, что я хочу сказать? После того, как я понял, что это просто ловушка, мне совсем неинтересно, Азизе. Неужели и меня не хочешь увидеть? Хочу? Еще как хочу. Иначе, как ты мне за все ответишь? А? Сама же видела, что случилось с Улхи, который предал меня. В тот день я промазал. Однако в следующий раз я ни за что не упущу его. Ты тоже предала меня, Азизе. Я заставлю тебя страдать. Я скажу тебе очень важные вещи. Насчет нас с тобой. Если бы... Если бы мне сегодня удалось поговорить... Не звони мне больше, Азизе. Так или иначе, однажды мы увидимся. Да покарает тебя Аллах. Тетя, ты была здесь? Просто увидела тебя здесь и пришла. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь прийти в себя, тетя. У меня был плохой день. Только что я поговорила с Джерен. У нее тоже был плохой день. Ты сказал ей очень тяжелые слова. Когда собираешься извиниться перед ней? Я не буду извиняться. Я вижу, ты сердит, нервничаешь. Не буду скрывать. Мне ее поведение тоже показалось странным. Она тоже поняла, что совершила ошибку. Прошу тебя, не затягивайте ссору. Не забывай, эта женщина сейчас беременна. Да. Только по этой причине она все еще здесь. Ты сам-то понимаешь, что сейчас сказал. Что за глупости, что за непонимание. Все, что она сделала, вошла в комнату без разрешения. Тетя, ты многого не знаешь. Ее вина не только в том, что она вошла в комнату брата без разрешения. Пожалуйста, тетя, не вмешивайся в это. Перестань, сынок. Вы оба любите друг друга. Тетя, любовь к ней до сегодняшнего дня меня ослепляла. Войдя в комнату брата, она нарушила данное мне обещание. Я еще раз понял, что ошибался насчет нее. Поэтому больше не о чем говорить. Я поехал. Извини. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как ты? Тебе лучше? Спасибо. Я бы хотела поговорить с вами обоими. Простите меня, пожалуйста, что вчера я зашла без разрешения в вашу комнату. Конечно, было чистым безумием искать в вашей комнате то, что адресовано мне. Я хочу, чтобы вы меня простили. Пожалуйста, простите меня. Наверное, это было очень важно для тебя. В тот момент это было так. Да, однако мой поступок... Поймите, мне очень стыдно. Я больше ничего не вижу. Ничего подобного никогда больше не повторится. Можете быть уверены. Я и так уверен. Все, Джерен, мы взрослые люди. Мне сейчас надо спуститься вниз. Меня ждут дела. Милая, увидимся. Увидимся. Всего доброго. Яшар, сегодня деда выпишут из больницы. Как он, господин? Господину Сеферу вернулась, его была осила. Врачи говорят, есть улучшение. Возможно, это чудо. Мне кажется, к нему вернется его прежнее здоровье. Яшар, я тут подумал. Помните седло, которое дед использовал для верховой езды? В свои самые лучшие и зрелые годы. Можешь вытащить его и начистить до блеска. Конечно, господин. Сейчас же приступлю. А помните его сапоги, которые он носил в свои лучшие годы? Здорово. Я подумал, что если он увидит их в таком состоянии, то обрадуется и вспомнит свою молодость. Господин, я начищу их до зеркального блеска. Спасибо, Яшар. Милая, расслабься ты. Ты не должна чувствовать себя плохо перед нами. Халиль легко прощает людей. А меня это вовсе не огорчило. Мы ведь люди. Такое иногда случается. Спасибо тебе. Не за что. Нас не волнует, что ты там мутишь. Омер, конечно, думает совсем иначе. То есть как? Эх. Не скрою, случившееся глубоко потрясло его. Он ведь не зря настроен так серьёзно. В его голове уже начали появляться конкретные мысли насчёт будущего. Не поняла, что ты этим хочешь сказать? Я говорю о решении Омера развестись. Что? Я догадывалась, что ваш брак продержится недолго. Но всё же, неужели ты не знала об этом? Субтитры создавал DimaTorzok Ответь же мне, наконец, ответь! Не сбрасывай, ответь! Я знаю, ты ответишь. Я знаю, что ты мне ответишь. Ты не сможешь отказаться от меня. Ответишь. Девушки отдыхают. 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 не имеют отношения к науке. Речь идет о совместной жизни, братишка. О совместной жизни. Понимаешь? Вот как. Да, так. Ну ладно. Хочет с тобой развестись, не узнав твоего мнения. Пошел и рассказал это Гулизар. Дияр. Низко. Здесь какая-то ошибка. Знаешь, внутренний голос говорит мне, что это очередная интрига Гулизар, чтобы сделать мне больно. Ничего больше. Да, но разве можно разбрасываться словами насчет такой серьезной темы, даже если этот человек Гулизар? Если бы Омэр не говорил о разводе... Ну да, он сказал. Он был настолько взбешен. Видела бы ты его вчерашнее состояние. Когда он сердится, он так же, как я, несет бог весь что. Значит, ему надо научиться контролировать себя, особенно в присутствии других людей, тем более при Гулизар. Я должна поговорить с ним. Я не могу судить о нем со слов Гулизар. Пусть только придет... Ах, милая ты моя. Не могу поверить. А письмо Расуля, которое стало причиной всего этого, до сих пор не пришло, верно? Ай, Дияр, я умоляю тебя. Джерен, хоть ты меня и одергиваешь, но если мы окажемся правы, они обходятся с тобой очень жестоко. Не знаю. Я могу прийти к тебе. Зуд? Да. Это стало смахивать на болезнь. Когда я не вижу тебя, я по-настоящему страдаю. Твои глаза и улыбка мерещатся мне в стакане. Это от того, что ты много пьешь. Милая, я вижу уже в первом стакане. А в последнем я вижу другие вещи. Не заставляй говорить это по телефону. Во сколько прийти вечером? Хорошо. Когда буду в твоем клубе, позвоню. Ну, как там? У него такое смешное название, что-то на К или П. А, все, все. Давай, целую. До сих пор общаешься с этим типом, так ведь? Не слушая, что тебе говорят, не хочешь образумиться. Сколько раз можно их повторять? Я с ним не встречаюсь. Если даже и буду встречаться, тебе не все равно? Да, не все равно, Джейхан. Ха. Почему? Ты что, ревнуешь? Да. А, значит, ты признаешь, что ревнуешь его? Да, признаю, он мой. Я до сих пор люблю его, и мне совсем не нравится, что он встречается с тобой. Я так и знала, что все это с самого начала было делом твоих рук. Он ни в чем не виноват. Я знаю, это ты во всем виновата, верно? Какая же ты мерзавка. Насчет Бора будете отчитываться непосредственно мне. И только мне. Понятно? Кроме нас двоих, никто не будет ничего знать. Мы не будем делиться информацией о Боре с представителями других компаний. Обо всем будете докладывать мне. Информацию, полученную от вас, я буду передавать своим братьям. Их ассистенты и секретари могут работать с вами. Мы пошли на эту меру, чтобы ни у кого не возникло вопросов. К тому же, вам так будет легче. Вообще-то, это было несложно. Оказывается, все исследовательские работы, которыми мы собирали заняться, господин Хаджи Сефер провел 20 с лишним лет назад. Брат, я повсюду ищу тебя. Я уже закончил работу. Если могу чем-нибудь помочь... Нет-нет, все, ребята, большое вам спасибо. Завтра встретимся снова. Давай, поехали домой. Дедушка уже поехал домой. Хорошо, встретим его. Давайте, до свидания. В этой старой папке собраны первые работы господина Сефера. Кажется, это начало всего. Вообще-то, я хотел показать господину Халилю это. Ничего, положи ее вон туда, завтра покажешь. Ну, я шар, хватит уже. Куда это ты их так полируешь до блеска? О, мой Аллах! Аллах! До зеркального блеска, Хаджи! Господин Сефер должен увидеть в них свое отражение. Конечно, не свое нынешнее состояние. Он должен увидеть себя импозантным, как в молодости. Ну, вы сказали, брат Яшар, и даже вам не волшебные сапоги, чтобы показать прошлое. Дядя Яшар, а господин Сефер сильно любил лошадей? Еще как. Лучшие скакуны этой равнины принадлежали ему. Он никому не давал своих лошадей. А в нашей деревне был один осел. На нем катались все, даже моя бабушка. Он не был беспокойным животным. Заки, Заки, смотри, сейчас получишь османскую пощечину. Избарись! Я же хотел просто рассмешить вас. Как дела? Есть новости от Омэра? Нет. Мобильный до сих пор выключен. Звоню, говорят на совещании. Надеюсь, ты не веришь тому, что сказала Гулизар? Нет, я ничего от нее не слышала. Не поверю до тех пор, пока он сам не скажет. Да, молодец. Это самое верное решение. Мне так страшно, Мирим Дже. Знаю, моя хорошая, знаю. Но ты должна верить в вашу любовь. Верь. Я-то верю. А вдруг он не верит? Именно это я имею в виду. Уверена, что для вас двоих нет ничего хуже. Ваша любовь от этого только выиграет. Знаете это. И до тех пор, пока вы оба живы, по-другому и быть не может. Иди ко мне. По сравнению с его состоянием месяц назад, есть довольно ощутимый прогресс. В больнице мы провели все необходимые обследования. Отныне ему будет гораздо лучше находиться у себя дома. Дедушка сильно привязан к дому. Дай Аллах, этот дом снова придаст ему сил встать на ноги. А что, действительно есть такая вероятность? То есть, так же, как мы, пациент может удивить вас в любое время, даже когда вы окончательно потеряли надежду. Сразу видно, что сейчас господин Сефер борется сам с собой. То есть, если есть желание, почему бы и нет? Да, точно. Госпожа Джерен, ужин готов. Фатма, я немного устала. Я поем здесь. Хорошо, тогда я приготовлю поднос и принесу вам сюда. Я узнала, что книгу привезли в холдинг, и попросила, чтобы ее прислали домой. Холдинг Асланбаш, 60 лет. Очень красивая книга. Нужно еще раз поблагодарить госпожу Юлии. Угу, да. Надо же, целых 60 лет уместились в этой книге. Да. Тетя, ты тоже посмотри. Там есть то, что тебе понравится. Прошлые прекрасные дни с братом и отцом. Нужно будет показать это и отцу. Тетя, а сколько вам здесь лет? 18. Я на два года моложе твоей сестры Джейхан. Смотри, это лошадь. Ах, да. Похоже на Дорутая. Смотри, знаменитое вышитое седло дедушки. Костюм всадника. Утром я попросил управляющего Айшара начистить его до блеска. Вы ведь помните его? Брат, не смотри на меня. Сам знаешь, я помешан на технике. Омэр, ты, наверное, помнишь. Не его, я помню ту лошадь, брат. Как ее звали? Я сейчас ни за что не угадаю. Это была любимая лошадь дедушки. Ее случайно не Эксиас звали? Кажется, это Шимшек. Видишь белое пятнышко на морде? Нет, брат. Тот конь был вороной. Я это помню. А, послушайте это. Помимо новшеств, который Сефер Асламбаш ввел в промышленность, чувство социальной ответственности возвело его в тот ранг бизнесменов, который сейчас встречается довольно редко. Вот видите, путь, который дедушка прошел тогда, многие не могут осилить даже сейчас. От зависти они не знают, что делать. Да, ты прав, брат. С вашего позволения. Дай пройти, родной. Омэр. Здравствуй. Я весь день пыталась дозвониться до тебя. У нас было много дел. Омэр, я хочу задать тебе вопрос. Да? Это правда, что ты хочешь развестись со мной? Как? Это правда? Ответь мне. Правда, Джерен. А что нам еще остается? У тебя есть другая идея? Но, как же так? Ведь это ты с самого начала настаивал на женитьбе. Ты же не оставил мне другого выбора. А что будет, если мы разведемся? Неужели ты готов жить вдали от своей дочери? Естественно, дочь будет жить здесь, со мной. Что это значит? Ты хочешь разлучить меня с дочерью? Нет, Джерен. Ты ее мать. И будешь приезжать и видеться с ней, когда захочешь. Извини. Любовь брата Мустафы к лошадям передалась ему от дедушки. Джерен, иди посмотри. Книга уже вышла. Возможно, ты захочешь взглянуть. Все, что ты хочешь узнать о жизни Сефера Сланбаша, написано здесь. Его работа, семейная жизнь, благотворительная деятельность. Смотри, здесь какие-то дяденьки. В детстве мне все время говорили, не играй с огнем. И правильно говорили. Может начаться пожар. Пожар появляется не от спички, а от твоего взгляда, красотка. У меня для тебя потрясающая новость. Рассказывай. Сегодня первая психопатка нашего дома подошла ко мне. Миремджи? Угу. Угадай, что она сказала. Чтобы ты не встречалась со мной. Нет, милый, об этом-то она все время говорит. На этот раз она сказала нечто другое. Джиханочка, я чокнутая. Только никому это не говори. Ну как? Она сказала, я люблю Азиза. Меня это не удивляет? Я же сказал тебе, что она до сих пор любит меня. Я тоже это знала. А когда она вдруг так заявила, я растерялась. Она ревнует тебя ко мне. Я не все тебе рассказываю. Вчера ночью она снова позвонила. Она столько звонила, я не ответил. Ладно, бог с ней, пусть лопнет. Уверена, она готова отдать все, чтобы сейчас оказаться на моем месте. Она вдова с ребенком. К тому же ей скоро тридцатник. Спичка, которая вспыхнула и погасла. Никто на нее не позарится. А ты сама посуди. Молодая и красивая девушка. К тому же проводишь время с мужчиной, на которого она положила глаз. Вполне нормально, что она ревнует. Послушай, если она снова подойдет, скажи ей, Азиз не любит тебя. Ей уже пора понять это. Пусть перестанет трезвонить. Кому нужна ее любовь. Все уже легли? Который час, Елмаз, похоже, ты не в курсе. Фатма легла, это я знаю. Заки и Кирас тоже легли. Я только Елмаз не видел. Она около господина Сефера. Я тоже сейчас пойду ложиться. Послушай, раз ты заварил этот чай, теперь выпьешь не меньше пяти-шести стаканов. Можете не волноваться, мы допьем его. Это... То есть я один его допью. Угу. Спокойной ночи. Вам тоже. Как дела, Елмаз? Хорошо. Я заварил чай. Тебе повезло. Присаживайся, прошу. Я сильно устала. Но чай полезен. Он снимает усталость? Сегодня я бегала между домом и больницей и очень устала. Я лучше пойду и сразу лягу. Доброй ночи. Уверена, что не хочешь выпить чай или кофе? Нет, нет, не хочу, спасибо. Сейчас я уже пойду. Я хотела поговорить с тобой кое о чем. Слушаю, Диар. Омер, ты поступаешь неправильно с Джерен. Она только из любви к тебе старалась не замечать все, что видела и слышала. Ради Аллаха, какой я там не замечала, Диар? Мы же с ней вместе искали тот ящик. Да. Мы были вместе. Несмотря на то, что мы нашли адрес того дома, Джерен это проигнорировала. Она не хотела ехать туда. То есть она сдержала данное тебе слово. Диар, она рылась в спальне моего брата. О чем ты? Омер, ради Аллаха, поставь себя на место Джерен. Это всего лишь ошибка, а ты говоришь о разводе. Ошибка. Сейчас Джерен мучается от страданий. А я? Ты думаешь, я не страдаю? Думаешь, мне не стыдно смотреть в глаза своим родственникам? Почему? Из-за абсолютно бредовой проблемы земельного участка, который каракуджаки забили себе голову. Минуточку. Это... это вовсе не обычная земельная тяжба. Все просто, Диар. В свое время мой дед решил помочь Ресулю Каракуджаку и купил у него этот участок. Более того, купил его по завышенной цене. Откуда он мог знать, что там есть бор? Однако из всего региона именно на этом участке находились залежи бора. Ну и что? Регион — это территория в тысячи квадратных километров земель. Есть хоть один документ или свидетель, которые подтвердили бы, что мой дед еще тогда знал о залежах бора на этом участке? Нет. Да и не может быть. Потому что мой дед не знал об этом. Кроме того, нет никакого письма от Ресуля. Все это плод буйной фантазии Джерен. И мне уже все это осточертело. Смотрите, это поднимается и спускается. Для того, чтобы вы могли спокойно пеленать ребенка. Есть какие-нибудь еще пожелания? Вас все устраивает? Да. Тогда подпишите вас здесь, пожалуйста. Всего хорошего. Всего доброго. Всего доброго. Дай бог вам здоровья. И что теперь? Мой ребенок будет расти здесь без меня? Нет, Джерен, не болтай глупости. Этого не будет. Все будет превосходно. Не переживай. Тише. А у меня есть машинка на пульте. Смотри, что я нашел. Тише, тише. Со спичками не играем. Никаких спичек, верно? Где ты это нашел? Рядом с комнатой сестры Джейхан. Возьми это, убери подальше от Юсуфа, хорошо? Потому что мы не играем со спичками. Ведь так может начаться пожар. Это твое? Ну-ка отдай их мне. Где ты нашел? У входа в твою комнату. Ты что, куришь? Нет, Сейханчик. Это моего друга. Остались у меня. Приветствую, господин. Здравствуйте. Пожалуйста, не беспокойтесь, господа. Не отвлекайтесь, я ищу брата. Господин Халель сегодня не появлялся. Он сказал, что придет. Его и в офисе нет. Наверное, скоро придет. Вы работаете. А мы скрываем от конкурентов наше исследование по Бору, верно? Господин Халель весьма ощепетелен в этом вопросе. Хорошо. Я ничего не говорил о Боре. Исследование насчет Бора. Дата. Это 2 апреля 1979 года. Мой дед. Свои первые исследования о Боре провел на участке Каракуджаков, верно? Я не знаю, как именно обозначен этот участок. Первый участок, насчет которого Хаджис Эфер был уверен, что там есть бор. Я знаю по номеру макета. Это... Здесь. Сейчас он принадлежит Аслам Башам. Бывшие земли Каракуджаков. Папку, которую вы сейчас держите, господин Халель тоже не видел. Брат. Я искал тебя. Мы были в конференц-зале. В конференц не получилось. Брат, я искал тебя. Тацию по технологиям. Это было так волнующе. Что с тобой? Брат. Оказывается, наш дед много лет назад знал, что в недрах земель Каракуджаков есть бор. Ну, и что с того? Допустим, дедушка узнал эту информацию 20 лет назад. Рысуль тоже мог знать о том, что знал дед. И... и даже... Возможно, именно поэтому отец Джерен Осман и Рысуль постоянно ругались и враждовали между собой. Тут множество вариантов. Да, брат. Вариантов тут много. Ты сейчас думаешь о том, что дедушка мог быть заказчиком убийства, да? Потому что, кроме этого, ничто меня ни капельки не волнует. Подумай, Омар, если бы в твоей жизни не было Джерен, и если бы в твоей голове не было мыслей, которые она тебе внушила, и если бы эта женщина сейчас не носила в своей утробе твоего ребенка, стал бы ты обвинять дедушку, опираясь на эти незначительные сведения? Не знаю, брат. Честное слово, не знаю. Честное слово, не знаю. А, наша Белоснежка здесь. Я же сказала, что она в детской. Где же я ищу быть? Я здесь. А, смотри, что мы принесли. Что вы сделали? Мы решили первыми принести подарки ребенку. Ай. Вообще-то мы приготовили их давным-давно, просто решили принести их в тот день, когда привезут мебель. Решили составить комплект. Вот. Тетя Хатиджа сама вязала. Какая прелесть. А это одеяло. Вы одеяло сшили? Да. Да, я сшила его своими руками. Ай, какое оно красивое. Что здесь? А здесь у нас полок. Ай, вы и полок приготовили? Я связала пинетки своими руками. Какая прелесть. Ну, зачем вы беспокоились? Зачем? Ну, какое беспокойство. Дай Аллах, вы будете надевать их на ее пухленькие ножки в счастье и в радости. Ай, смотри, как она растрогалась. Ну, не делай так, Белоснежка. Не плачьте, не плачьте, сестра Джерен. Все так красиво. Эх, давай разложим это. Исследование насчет Бора. Дата 2 апреля 1979 года. Заказчик Сефера Сламбаш. Я сказал, папка сейчас у мэра. Знаю, там нет ничего конкретного. Там есть фамилии, имена адвокатов, которые в то время работали с дедом. Мы их строго-настрого предупредили, чтобы они молчали насчет этой темы. Это понятно. Но если вдруг мэр решит поговорить с ними, то увидев перед собой у мэра Сламбаша, пусть они не проболтаются от страха. Я это имею в виду. Хорошо, хорошо. Я сам лично обзвоню и предупрежу каждого. Добрый день. Это Пик Рок? Я слушаю. Я хочу отпраздновать свой день рождения. Друзья мне порекомендовали ваш клуб. Конечно, я к вашим услугам. А я могу прийти и посмотреть зал заранее? Конечно. Во сколько вы открываетесь? Мы открываемся в 10. То есть, если я приду к 10, то застану там человека, с которым можно договориться? Конечно, конечно. Офис нашего босса находится здесь. Значит, я могла бы и сейчас... Хорошо, вы не могли бы продиктовать адрес? Записывайте. Угу. Фияс, твой сад стал таким красивым. Ей-богу, ты не пропадешь от голода. Спасибо. Что это с тобой? Ты плакала? Да, плакала. Ночью видела плохой сон? Кошмар? Да. Как ты об этом узнал? Что ты видела во сне? Своего ребенка. Вернее, слышала ее голос. Фияс. А что она сказала? Она звала меня. Плакала. Я искала ее, но... Бог с ним, Фияс. Я испугалась. Испугалась. Ты не переживай. Я защищу ее. Ты ведь защитишь ее. Защищу, конечно. Спасибо, Фияс. Никто тебе ничего не сделает. Спасибо. Никто не сможет отнять ребенка. Спасибо. Спасибо. Омэр, каким ветром тебя сюда занесло? Я был тут поблизости и решил заскочить к вам и выпить с вами кофе. Видишь ли, вообще-то я уже на пенсии. И чтобы дома жена не пилила меня, я говорю ей, что пошел на работу, а сам прихожу сюда. Понимаю. Вы старая гвардия, нам стоит поучиться у вас. Как Хаджи Сефер. Есть улучшение в его состоянии? Хорошо, сейчас получше. Мы проделали большую работу насчет Бора. Если он услышит об этом, ему станет еще лучше. Бор? Да. Оказывается, вы тоже работали над этим? Тот Бор! В то время это было большим секретом. Надо же. Видишь, ты был ребенком, когда мы занимались этим, а теперь ты руководитель. Да уж. Как быстро летит время. Вы хорошо поработали насчет Бора. Я видел старые документы, оттуда и узнал. Оказывается, вы были организатором благотворительной компании в помощь одной деревне. Мой дед заставил вас прилично побегать. Вообще-то, благотворительная помощь этой деревне также была связана с Борной Рудой. Сэфер был настоящим волком. Недра земель этой деревни полны Бора. Жители деревни оказались в трудной ситуации. Банк собирался отобрать у них все. Сэфер вызвал меня и сказал, если мы сейчас купим эти земли, это бросится в глаза. Давай поможем жителям, чтобы им не пришлось продать свои земли. Придет время, и мы сделаем на этом большие деньги. Были еще какие-нибудь поручения насчет Бора? Нет, только это. Я занимался лишь мнимой помощью деревне. Все ясно. Господин? Говорите. Говорите. Вы поправитесь, господин. Видно. Скоро вы заговорите. Большое вам спасибо, дядя Сулхи. Отличная вещь. Маленькой племяннице от двоюродного деда. Уверена, ей тоже понравится. Омер теперь не пускает меня в свой холдинг. А так как я дядя его жены, он позволяет мне войти в свой дом. Да и с тобой мы в последнее время видимся очень редко. Да. Наверное, вы пришли сюда поговорить насчет того письма, верно? Нет. Я сказал тебе то, что должен был сказать. На этом точка. Ну-ка, посмотри на меня. Чем ты расстроена? У тебя какие-то проблемы? Нет. Я в порядке. Мы в порядке. Не знаю. Будто ты плакала. Нет, я нет. Просто сегодня привезли мебель для детской. Тетя Хатиджей и Герас приготовили подарки для ребенка. И это растрогало меня. Видимо, все беременные очень впечатлительны. Скорее всего, да. Все эти чудеса и таинства слишком сложны для меня. Добро пожаловать, Сулхи. Рад вас видеть, госпожа Захара. Мы тут разговариваем с Жерен. Я увидел, что она бледная, и начал ее расспрашивать, все ли с ней в порядке. Оказывается, это от беременности. Сулхи, как насчет кофе? Сам знаешь, в данный момент, Жерен, нельзя злоупотреблять кофе. С вашего позволения, хочу пойти отдохнуть. Конечно, дочка. Увидимся. Хорошо. Теперь мы с тобой совсем старые. За нами идет новое поколение. Нам пора потихоньку собираться. Ты говоришь, абсолютно верно. Посмотри на своего отца. Не сглазить бы. Похоже, Хаджи Сефер решил прочно и надолго обосноваться в этом мире. Он будто не собирается отправляться в мир иной, а отчитаться за все. Не говори об отце, Сулхи. Ты зря наговариваешь на него. И морочишь голову моей дочери, Жерен. Поэтому она такая грустная. Извини, конечно, ты в этом виноват. Захара, ты же лучше всех знаешь, какой он жестокий человек. Ты столько страдала. Я его дочь. Ему можно. По-своему, он тогда был прав. На других он просто сердился и ругал их. Поступки господина Сефера довели всех нас до этого. И кто он теперь? Ангел. А кто я, если стал понемногу интересоваться прошлым? Дьявол. Ты знаешь что-нибудь? Нет. Может, видел что-нибудь? Тоже нет. В таком случае прекрати. Пусть дети живут своей жизнью. Не лезь. Все, Халиль, мы опоздали. Но тебе не о чем беспокоиться. Ах, Хасанах, ах. От старого адвоката он узнал только про деревню. Это была просто игра, чтобы удержать эти земли в своих руках. Главное, никого не убили. Да, но это дело начало принимать опасный оборот. Теперь все. Теперь уже больше нечего выяснять. Если ты сохранишь спокойствие перед Омэром, мы пройдем через это. Ну, хорошо. Есть новости о письме, которое отправил Рассуль? Нет. Мы наблюдаем за каждой точкой. Однако никакого письма нет. Ай, Аллах, ай, Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К тебе постоянно приходит какая-то девушка. Кто она? Это Джейхан. Джейхана Сламбаш. Мы просто общаемся. От нее я узнаю все новости из поместья. А еще она запала на меня. Я провожу время, отвлекаюсь. Нашел настоящую красотку и пользуешься ею? Завали ее в одну из комнат. Что обсуждаете, господа? Почему замолчали? Эм, Азиз рассказывал об Азизе. О том, как он ее любит? Или как она его подставила? О том и о другом. Любовь заманила нас в ловушку. Мне не терпится узнать продолжение этой истории. Как думаешь, будет счастливый конец? Для меня-то будет счастливый. Не знаю, каким он будет для других. Ей-богу. Мы нетерпеливые зрители. Мы с Азизе снова поменялись ролями. Кто добыча, а кто охотник на этот раз? Я охотник. Теперь моя очередь устраивать засаду. А, ну все, хватит. На улице прохладно. Все, мы уходим вот так. Летучий герой улетает. Лети, лети, лети. Лети, лети, лети. Ну давай, доброй ночи. Доброй ночи. Интересно, Юсу знает? О чем? О том, что ты любишь Азиза. Как подумай, мне до сих пор тошно от тебя. Тогда не думай. Хм. Только представь, что может случиться, если я расскажу о твоем секрете господину Халилю. Ммм. А что будет, если я расскажу ему о твоей связи с Азизом? Мне жаль, Джиханочка. К сожалению, тебе придется молчать. А мне уже нечего терять. Совсем скоро все увидят, какая ты подлая и падшая женщина. Все это увидят. Расслабься. Не забивай этим свою голову. Будь осторожна. Как бы тебе самой не проколоться. Добрый вечер. Здравствуй, Омар. Ты в порядке? В порядке, брат. Нет проблем. А где ты был? Как прошел твой день? Хорошо. Заехал в пару цехов. Мелиха же нет. Чтоб не расслаблялись. Тебя из-за ужина не было. Пусть тебе принесут что-нибудь. Спасибо, тетя, спасибо. Наверное, он не голоден. Он успел к ужину, но сюда не зашел. Он ходил вокруг дома. Я не голоден, Голизар. Перекусил в городе. Я сыт. Снова пьешь чай? Да. Послушай, на этот раз я и тебе налью стакан. Никуда не уходи, ладно? Елмаз, у меня сильно болит голова. Я сейчас возьму аспирин, потом пойду и лягу. Сейчас чай отобьет мне сон. Что может случиться от одного стакана чая? К тому же, запей свой чай аспирином. Боже, запей свой аспирин чаем. В последнее время мы удвоили свое внимание господину Сеферу. Я целыми днями не отхожу от него и сильно устаю. Понятно. Хорошо, чай снимет усталость заодно и поговорим немного. К тому же, я хочу тебе кое-что сказать. Я положила пижамы господина Сефера в бельевую корзину. Ах, я же отдала кираз. Я ничего не соображала. Ну все, садись, давай, давай. Я пойду. По просьбе врача я ежедневно веду подробные записи того, что Хаджи Сефер делал в течение дня. Сейчас пойду, буду писать. А, господин Сефер, господин Сефер, господин Сефер, из-за господина Сефера ты совсем не думаешь о себе. Из-за этого старого хрыча, который лежит как овощ и не двигается, ты портишь свою собственную жизнь. Да что ты себе позволяешь? Сефер, господин Сефер, господин Сефер. Сефер, господин Сефер, господин Сефер. Сефер, господин Сефер, господин Сефер, господин Сефер. Сефер, господин Сефер, господин Сефер, господин Сефер. Конечно, хорошо, ладно. Надеюсь, ваш телефон у вас? У меня, у меня, Яшар, я не забыла. Хорошо, как закончите, позвоните ему. Хорошо. Значит, ничего нового нет? Нет. Он даже не подходит ко мне. Мы не встречаемся даже глазами. Неужели он делает это назло? Не знаю. Я уже попросила прощения у Халили, у Гулизар, но до сих пор ничего не изменилось. Тогда, может, поедешь в Стамбул к родителям? Какое-то время поживите в Рось. Умер подумает, соберется с мыслями. Было бы неплохо. Он не разрешит. Снова начнем ругаться. Он и так хочет развестись. Сама того не желая, я могу поругаться с ним и ускорить события. Да, но неужели этот человек не разрешит тебе повидаться с людьми, которые тебя вырастили, не разрешит? Хорошо. Тогда так и будем сидеть здесь, реветь. Ну что ж, сейчас у меня слушание, легкий процесс. Как выйду, позвоню тебе. Если надумаешь лететь в Стамбул, куплю, привезу тебе билет на дату, которую пожелаешь. Ну что это? Это что, тюрьма под открытым небом? Если надо будет, мы с Фиязом пролезем под стенами или выроем тоннель, даже ложкой. Дияр, проблема не в том, чтобы сбежать отсюда. Дело в том, что я больше не хочу заниматься такими вещами. Если сегодня мне удастся поймать Умера, то я предложу ему идею насчет поездки в Стамбул. Да, ладно, созвонимся. Угу, хорошо. Не переживай, пока. Пока. Бог в помощь, Фияз. Спасибо, Умер. Как успехи? Ничего, как видишь. Умер, Джерен сейчас очень плохо. Знаю, Фияз. Ей очень плохо, очень. Фияз. Помнишь, ты рассказал Джерен о тросте? О той тросте, которую ты нашел наверху? Трость. Ты сказал, что кое-что вспомнил. Ну да, Салих забрал нас. Оставил Джерен у мамы Зихры, а меня забрал с собой. Повез к поезду. А что было потом? То есть ты больше ничего не помнишь о событиях той ночи? Да забудь ты. Я рассказываю, вы с Джерен ссоритесь. Джерен расстраивается. Происходит, черт знает что. Хорошо, возможно, на этот раз мы не поссоримся, Фияз. Ты помнишь, что было дальше той ночью? Погоди, пообещай, что вы с Джерен не поссоритесь. Хорошо, хорошо, обещаю. Дай мне слово. Слово мужчины. Обещаю, Фияз. Обещаю. Тогда ладно. Я помню еще кое-что. Что ты помнишь? Не волнуйся, он сам отдал его мне. Ну, и где вы нашли письмо Рысуля? Его отправили по почте в загородный дом Джерен. Не знаю, кому он это поручил, но его отправили поздно. Оно пришло туда сегодня утром. Отлично. Какая прекрасная новость среди всей этой суматохи. Ты прочитай письмо. Затем прими необходимые меры. Давай, увидимся. Увидимся. Ай, Аллах. Мы пришли к поезду. Салик спрятал меня среди соломы. И сказал, лежи тихо. Затем пришел тот мужчина с тростью. А трость? Это та самая трость, что лежит наверху? Да, это она. Но потом. На этом все? Потом. Он приехал на лошади. На лошади. Я слышал такие звуки. И это... Это как там называется? Что, Фиас? А, вспомнил. К вагону. К вагону. Он подъехал к вагону на лошади. А я вот так между щелочками. В вагоне. Там была такая щель. Я посмотрел в нее вот так и увидел лошадь. Я видел ее. О, мэр, классная была кобылка. Вот здесь было такое белое пятно. Такое белое-прибелое. Очень красивая была лошадь. Я еще подумал, вот бы сесть на эту лошадь. Потом, когда он уходил, он подозвал ее к себе. Лошадь сразу подошла. Он сказал, маджесте, маджесте. Маджесте, поехали, моя хорошая. А кобыла вот так подошла к нему. Смотри, вот она, маджесте. Она такая красивая. Посадите меня на эту лошадь. Конечно. Опа! Что вы делаете? Никто, кроме меня, не может ездить на маджесте. Вы что, не знаете? А? Неужели в поместье нет других лошадей? На маджесте, кроме меня, никто не садился и не сядет. Вот и все. Омер, ну-ка, подойди-ка ко мне. Ты... Ты что, хочешь упасть с нее и разбить себе голову? Раз хочешь научиться ездить верхом, поучись на менее строптивых, спокойных лошадях. Ты еще не вырос, чтобы ездить на маджесте. Маджесте была такой красавицей. Просто супер. Они как раз развернулись. Как развернулись. В ту ночь. Омер! 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 Омер, послушай, только не рассказывай, Джерен. Ладно? Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Брат, что насчет Сулхи Каракуджака. Посмотрим. Ты что, передумал? Я никогда не передумываю. Попробуйте выяснить, госпожа Меремджи ездит в клинику в определенные дни или нет. Хорошо, брат. Вполне возможно, за ней тайком следят. Но теперь нам придется перейти в наступление. Давай, угощайся. Нет, Диар, я еще не решила ехать в Стамбул или нет. Слушай меня внимательно. Сегодня я еще раз попрошу прощения. У Халили, у Гулизар, на этот раз в присутствии Омера. Что скажешь? Прошу тебя, только не говори, что это плохая идея. Хорошо. Хорошо. Я подумаю еще раз. Пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как ты нашла это место? Оставь ты все это. У нас с тобой есть разговор поважнее. Ты посмотри. Если бы это попало в руки Омера... ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Брат, лошадь дедушки звали Маджести? А, да, точно, ее звали Маджести. А с чего это ты вдруг вспомнил? Я не вспомнил, брат. Фиас это вспомнил. Фиас? Да. А он откуда знает? Помнишь того убийцу, Салиха? В ту ночь он отвез Фиаса к поезду. Брат, Фиас видел эту лошадь. Он помнит белое пятно у нее на морде. Потом я тоже вспомнил. Ты тоже знаешь, на той кобыле, кроме деда, никто не ездил. Но это... Как такое возможно? Значит, возможно, брат, я не знаю. Брат, оказывается, все это время Джерен была права. Мы столько времени причиняли ей невыносимые муки. Омер, будь все проклято! Омер, ты не мог бы успокоиться? Да не могу я уже успокоиться. Брат, ты знал об этом? Нет, конечно. Это письмо, которое Расуль отправил Джерен. Брат, ты все знал и... Ты пытался сжечь его? Извините, я... Ну, раз уж вы все здесь, я... У всех вас, я... Я хочу в последний раз попросить у вас прощения. Брат... Господин Халиль...